Времена холиваров и горячих споров по поводу того, на чем лучше играть — на PC или на консолях — по большому счету остались позади. Играть сегодня принято и на том, и на другом, и на третьем, и даже на Switch. Прошли те времена, когда эксклюзивно на персональных компьютерах выходили самые крутые и дорогие игры. Удивительно вспоминать, что когда-то Ubisoft выпустила первую Far Cry только на PC, что Electronic Arts с Battlefield поначалу о консолях даже не помышляла, а серия Rainbow Six с изумлением смотрит на тактический шутер IGI 2 Covered Strike, который сегодня только глупец не отправил бы на все возможные платформы. По понятным причинам большинство разработчиков стараются работать теперь в мультиплатформенном направлении. Но исключение есть всегда. Для PC сейчас делается самая уникальная и масштабная космическая игра в истории. Мы понятно про Star Citizen. Условно её релиз назначен на 2018-й, но здравый смысл подсказывает, что в этом году она не избавится и от статуса альфа-версии. Крис Робертс просто обезумел от тех денег, что получено от фанатов на создание Star Citizen, а это более 170 миллионов долларов, что делает творение Робертса самым высокобюджетным проектом. Вы скажете, что на первую Destiny потрачены рекордные для индустрии 500 миллионов, но на деле большая часть этих денег ушла на маркетинг и пиццу по средам, а сам продакшн вряд ли превышает 100 миллионов. Впрочем, Робертс хочет сделать из Star Citizen игру про всё. Тут и крутой сингл с сильным сюжетом и голливудскими актерами, и выдающийся ММО-режим, и элементы шутера. Но по факту в текущем статусе она на сегодня представляет собой лишь виртуальный музей, совмещенный с симулятором тренировки управления боевыми звездолётами. Слишком уж наполеоновские планы у автора Wing Commander и Freelancer, а дорабатывать, править и осуществлять их, кажется, он готов бесконечно. Именно поэтому Star Citizen в десятку самых ожидаемых PC-эксклюзивов 2018-го мы не включили. Тут игры осязаемые и реальные. Total War Three Kingdoms Серия Total War, как и, например, Civilization от кудесников кода и геймдизайна из FireAxis, одна из главных причин в принципе по-прежнему рассматривать персональные компьютеры именно и исключительно как игровую платформу. На консолях таких игр попросту нет. Поэтому анонс новой части Total War, прозвучавшей вот совсем недавно, 11 января, согрел сердца многих этой зимой. Игра будет называться Total War Three Kingdoms, а её действие, что понятно по названию, развернётся в древнем Китае эпохе Троецарствия. В это время страна переживала смуту. Династия Хань рушится, а малолетний император является лишь куклой в руках тирана Дуна Джо. Великая империя погружается в анархию. Вся надежда Китая теперь воплощается в трёх героях — военачальниках из великих семейств, которые назвали себя братьями и заключили хрупкий союз, чтобы бросить вызов диктатуре Дуна Джо. Но смогут ли они победить тирана, или и ими овладеет жажда единоличной власти? Будущее Китая в Total War Three Kingdoms теперь зависит от действий героев, а соответственно и нас, игроков. Выйдет игра на PC осенью этого года, причём в полной русской локализации. Кроме того, в этом году нас ждёт премьера серии спин-оффов под общим названием Total War Saga. Это тоже будут полноценные стратегии, но посвящённые каким-то конкретным странам и историческим периодам, то есть чуть менее глобальные и тотальные, но зато позволяющие более детально рассмотреть культурный и исторический фон в тех или иных точках планеты. Первой такой сагой станет Thrones of Britannia. Её действие развернётся в 878 году от Рождества Христова, когда король Альфред Великий остановил вторжение викингов. Age of Empires 4 Ещё один важнейший PC-эксклюзив, который мы очень ждём в этом году, это, конечно, четвёртая часть культовой стратегии в реальном времени – Age of Empires. Её достаточно неожиданно анонсировали минувшим летом на Gamescom. Причём разработкой занимается не Абэкто, а Relic Entertainment – студия, не нуждающаяся в представлении, сожравшая на РТС ни одного Хаосита и Эльдара. Правда, до сих пор каких-то особых подробностей об игре так и не раскрыли. Известно, что выйдет она изначально только на Windows 10, объединит несколько эпох, начиная с Древней Греции и заканчивая колонизацией Америки, и позволит поиграть за римских легионеров, британских красных мундиров, индейцев и японских самураев. Каким непосредственно будет игровой процесс, какие модные тренды будут учтены, появятся ли, не дай бог, встроенные магазины и пресловутые лутбоксы, всё это пока тайно за семью печатями. Остаётся верить словам разработчиков, которые буквально заявили следующее. «Мы невероятно гордимся тем, что стали частью наследия. Нам не терпится задействовать свои сильные стороны, чтобы объединить исторический контекст с глубоким стратегическим геймплеем и вернуть франшизу на передовую видеоигр, подарив любимым поклонникам новую игру». Phoenix Point Как известно, не все остались довольны перезапуском XCOM от FireAxis. И вот для таких вечно ноющих о том, как раньше всё было лучше и что не надо ничего никогда менять ветеранов-хардкорщиков, Джулиан Голуб, непосредственно создатель классических игр серии XCOM, готовит в этом году замечательный подарок – истинную наследницу Сирии – пошаговую тактическую стратегию Phoenix Point. Она расскажет о том, как в 2022 году в тающей вечной мерзлоте обнаруживается неизвестный вирус, подчиняющий себе морских обитателей. В итоге океан начинает наступление на сушу, и к 2057 году человечество находится на грани вымирания. Выжившие ютятся в изолированных гаванях, которые контролируются разными фракциями со своими идеологиями и своим отношением к вирусу. Спасать мир должен секретный проект Phoenix, аналог XCOM. Он активируется в тех случаях, когда человечество оказывается в опасности. Контролируя одну из ячеек организации, нам придется, как водится, собирать лучших ученых, инженеров и солдат мира, отстраиваться, прокачиваться и изучать, нанимать бойцов, а также искать причину потери контакта с другими ячейками. Обещан полноценный сюжет и три уникальные фракции. Известно, что все прохождение займет порядка 20 часов, но так как условия для сражений генерируются процедурно, то все это может изрядно затянуться. Вряд ли кто-то из вас удивится, если мы скажем, что таких вот хардкорщиков, жаждущих истинного XCOM'а, оказалось очень много. За неделю студия GOLO пособрала на проект 500 тысяч долларов и тут же пообещала дополнительные опции. Если денег дадут еще больше, в сражениях появятся управляемые автомобили, а игроки смогут передвигаться на собственной плавучей базе. В итоге было собрано 750 тысяч. Mount & Blade 2 Bannerlord Вторую Mount & Blade анонсировали еще в 2012 году, и мы искренне надеемся, что в 2018 она все-таки выйдет. Во всяком случае, проект точно не заброшен. Новости и дневники разработчиков из турецкой студии Tailworlds появляются достаточно часто. Известно, что это будет все та же полюбившаяся многим и по-своему действительно уникальная ролевая песочница с конями, осадами, наемниками и тотальной нелинейностью. Только все это будет, что называется, дополнено, углублено и улучшено. Например, появятся крафт-оружие, настольные игры в тавернах, местные шайки в городах, продвинутый искусственный интеллект и расширенные возможности по объединению в кланы. Кроме того, авторы переработают систему осады замков, дав нам возможность использовать кипящее масло и камни для защиты. Что важно, нам обещают улучшенную дипломатию, построенную в том числе на бартерном принципе. Мы вам невесту, вы нам земли и мир. А также новую систему влияния, которые позволят более гибко влиять на ситуацию. Также будет моделируемая феодальная экономика с быстрой сменой товаров, где все определяется спросом и предложением. Можно будет вкладывать капитал в фермы и лавки или зарабатывать на том, чтобы первым привозить зерно в голодающий после осады город. Плюс полная поддержка модов. События же второй части развернутся за 200 лет до Mountain Blade Warband, в период падения Кальрадийской империи, которая тут выступает аналогом римской. Соответственно, независимые королевства, которые появляются в предыдущих играх, здесь только зарождаются. После смерти последнего императора на территории Кальрадии сражаются отряды наемников, бандитские шайки и кочевые племена. А мы можем присоединиться к любой из сторон и добиться воссоединения империи под единой властью или, наоборот, окончательно ее раздробить и уничтожить. Грифтлендс Грифтлендс — это тоже большая ролевая песочница с наемниками, но куда менее серьезная и уж тем паче историческая, чем Mountain Blade 2. Тут есть пираты и зеленые инопланетяне, а графика яркая, симпатичная и мультяшная. Разрабатывают игру признанные уже мастера из Clay Entertainment, авторы Don't Starve и еще нескольких инди-хитов. В Грифтлендс они забросят нас в мир, где все может служить предметом сделки — деньги, уважение и даже мораль. Здесь мы будем предоставлены сами себе, действуя в условиях свободной экономики и самостоятельно выбирая, как сколачивать свое состояние. Мир будет динамично меняться. Большинство персонажей сгенерированы случайно, локации и группировки всегда одинаковы, но их параметры отношения и представляющие их персонажи также генерируются случайно. В то же время будет небольшое количество персонажей и компаньонов с заранее прописанными историями и квестами, то есть без сюжета и катсцен тоже не обойдется. Сражения, как видно из кадров на ваших экранах, будут пошаговыми, при этом некоторые враги могут сдаться досрочно, признав свое поражение. Если их добить, это отразится на уровне морали и событиях в будущем. Все персонажи запоминают, как вы с ними поступили. В общем, судя по всему, Клей Интертеймент готовит очередной локальный хит. N-O 1800 N-O 1800 – еще одна большая и важная стратегия, которую многие истинные пекари будут ждать в новом году. Ведь это новая часть знаменитой серии градостроительных симуляторов, которая, по обещаниям авторов, будет сочетать в себе наиболее яркие особенности серии. Это и богатые возможности для градостроительства, и проработанная сюжетная кампания, а также сетевой режим и режим песочницы, параметры которого пользователи смогут определять сами. В этот раз действия перенесли в XIX век. Мы оказываемся на заре индустриальной эпохи, когда совершались величайшие открытия и активно развивалась дипломатия. И должны будем проявить все свои управленческие и логистические таланты. Успехи в торговле, военном деле или на дипломатической Ниве позволят оставаться на шаг впереди оппонентов. Мир меняется, в нем происходит огромное количество событий, и мы меняемся вместе с ним. Индустриальная революция, протесты за права, политика, войны – все это очень важно для игрового процесса. В целом, игровый процесс серьезно поменяется по сравнению с Эну-2205. Вернутся и полноценные регионы с островами, и корабли, и склады, которые разрешат строить самостоятельно, и одновременная игра в нескольких секторах. Дипломатия, полноценная торговля и возможность лично прокладывать торговые маршруты прилагаются. Из крупных нововведений – забастовки, движения за права рабочих и революции. BattleTech Для всех поклонников больших железных роботов в целом и вселенной BattleTech в частности, главным событием года, безусловно, должен стать выход одноименной и первой в своем роде пошаговой тактики в этом замечательном сеттинге. Над игрой работает студия Hairbrain Schemes, известная по не менее пошаговой киберпанк-рпг Shadowrun Returns, а помогает ей звездная команда авторов оригинальной настолки и продюсеров серии MechWarrior. Мы примем на себя командование собственным наемником и вступим в борьбу за выживание в кровопролитной гражданской войне, которая разворачивается в эру наследных войн, а именно в 3025 году. Обещаны динамичные тактические сражения в мире будущего с возможностью использовать особенности ландшафта и уникальные умения бойцов. Глубокая система управления и прокачки меха, рекрутинг и менеджмент отряда, возможность развивать собственный десантный корабль. Помимо сюжетной кампании будет и мультиплеер, где игроки сражаются друг против друга или участвуют в скирмиш-схватках против компьютера. И всё это уже в начале года, а обещания придётся сдержать, ведь на кикстартере на разработку собрали почти 3 миллиона долларов. В принципе, мы могли бы включить в это видео и MechWarrior 5 Mercenaries, первую сингловую MechWarrior за много-много лет, но, во-первых, очень сомневаемся, что она не будет перенесена на 2019-й, а во-вторых, по геймплейным роликам её текущее качество как-то расстраивает. X4 Foundations Пока Крис Робертс строит игру своей мечты, которая неизвестно когда закончится, не менее культовая для поклонников космосимов студия Egosoft семимильными шагами идёт к новой части серии X. Амбиций у авторов X4 Foundations тоже хватает. Игра, по их уверениям, станет самым масштабным проектом в истории серии. Тут будет реализована поддержка, улучшающая и графику, и оптимизацию технологии Vulcan API, бесшовный геймплей и динамическая вселенная, живущая по своим правилам. В новой части нам разрешат самим полностью исследовать мир. Дескать, игрок сможет пилотировать все типы представленных кораблей, включая некоторые модели беспилотников, а потом, с видом от первого лица, высадиться на какой-нибудь станции и пересесть в другой корабль, возможно, когда-то оставленный им самим. Кроме того, в игре появится продвинутая технология телепортации, благодаря которой межзвёздные путешествия можно будет совершать без использования космических врат. Строя свою империю, мы будем опираться на подробную карту стратегического управления, а также полагаться на помощь ботов-пилотов. Если что, всегда можно занять место одного из своих пилотов. В этом случае выданное ему задание становится миссией для самого игрока. Самое важное, другие фракции и расы смогут делать всё то же самое, свободно расширяя свои империи и управляя ими в соответствии с собственными мотивами и предпочтениями. Это сделает мир игры непредсказуемым. Обещана также более подробная экономика, завязанная на ресурсах. Как всегда, будет строительство станций по модульному принципу, что позволит возводить космические объекты собственного дизайна. Естественно, разрешат модернизировать и корабли. Наконец, на старте нам предложат выбрать одного из нескольких базовых персонажей с собственной предысторией, сильными и слабыми сторонами. Всё это тоже вещи весьма амбициозные, но в данном случае разработчики называют осязаемые даты выхода. Известно, что релиз состоится не раньше середины этого года. Фростпанк Авторы This War of Mine решили сделать ещё одну игру про выживание, но ещё более амбициозную и уникальную. Сами они называют Фростпанк первым социальным сурвайвлом. Выживать придётся в замерзающем стимпанковском мире, где люди развивают паровые технологии, чтобы хоть как-то бороться с холодом. Игроку нужно управлять городом и делать всё для того, чтобы выжить. Естественно, в механике предусмотрены элементы менеджмента и стратегии, но не оптимизация производственных цепей и управление ресурсами будет в игре на первом месте. Основной упор Фростпанк делает на сложные решения, которые мы вынуждены принимать. А игра при этом поднимает глобальные, сложные и почти философские вопросы. Что значит культура, когда мораль оказывается на пути у выживания? В конце концов, выживание может полностью изменить человечество. Будет от этого хуже или лучше? Станут люди сильнее или слабее? Или, возможно, будет утрачена часть того, что делает их людьми? Ну или более насущная дилемма. Разрешить детский труд или нет? Лечить больных и раненых или не тратить на них ресурсы? Причём некоторые решения нужно будет возводить в ранг закона, по которым будет жить ваше общество. Видимо, отсюда и слова о социальном выживании. Логично было бы предположить, что Фростпанк выйдет как раз этой зимой, но на самом деле точная дата релиза пока неизвестна. Где-то в течение года. Как говорится, to be announced. Ashavgad's Redemption Не хочется этого говорить напрямую, но вы и сами всё видите. Ashavgad's Redemption — это такой русский клон The Banner Saga. Почему русский? Потому что игру создаёт отечественная студия Aurum Dust во главе с Николаем Бондаренко, который до этого шесть лет возглавлял отдел разработки GameNet. Почему клон The Banner Saga? Ну, во-первых, вы сами видите, насколько схож художественный стиль обоих проектов. И хоть авторы говорят, что арт вдохновлён работами Ральфа Бакши, классической диснеевской анимацией и проектами известной советской студии Союзмультфильм, например, Снежная Королева, мы-то все прекрасно понимаем, откуда ручки растут. Во-вторых, Ashavgad's Redemption будет выстроена практически на той же баннерсаговской механике. В мире под названием Terminus игроку предстоит взять на себя управление несколькими группами персонажей, каждый из которых возглавляет один из ключевых протагонистов. Это отставной капитан королевской гвардии Турн Бринин, странствующий целитель Хоппер Рули и профессиональный наёмник Ло Фэнг. Эти герои оказались на пороге событий, грозящих перерасти, понятно, в очередной Рагнарёк, то бишь в конец всей цивилизации. Сюжет будет строиться по принципу визуальной новеллы, развиваясь через череду моральных выборов, где каждая принятая игроком решение существенным образом влияет на дальнейшее развитие событий. Как уверяют авторы, ключевым аспектом является принцип меньшего зла. Нам предстоит постоянно выбирать между сиюминутной выгодой, которая может обернуться неприятными событиями в дальнейшем, и с жертвой, которая, напротив, облегчит прохождение одного из следующих эпизодов. А в перерывах, разумеется, найдётся место участию в пошаговых сражениях. Мы лично только рады тому, что этой весной у нас появится своя русская The Benno Saga. Над Ash of God's Redemption работают опытные профессионалы. Текст пишет писатель Сергей Малицкий, музыку, в числе прочих, сочиняет Адам Скорупа, писавший саундтрек к Ведьмаку, да и вообще от игры за версту веет качеством. Да и сражения не слепо повторяют механику The Benno Saga. Например, можно будет использовать собственное здоровье для более мощной атаки, а также собирать и тасовать свою колоду заклинаний и приёмов. В общем, как говорится, больше баннер-саг хороших и разных. А у нас на этом пока всё. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV. Субтитры создавал DimaTorzok